Спасибо! Спасибо! 5К, так сказать, включу вебочку. Ах, вебочку включу! Ничего понять, как отсчитать эти 5000. Вот так, пока Трошкин не запустил. Кто такой Трошкин? Так, ну ладно, давайте включим веб-камеру. Сейчас вебочку, сейчас настраиваю. Сейчас говорят, как это, как сказать, 5000 придет, сразу настрой произойдет. Ну ладно, давайте так. Ну давайте, вот, пожалуйста, так. Вот куда надо себя? Вот сюда поместить? Ну давайте вот так вот сделаем. Вот, вот вебочка, вебочка пошла. Так, вебочка пошла. Для кого? Так, в общем, все. Исторический день произошел. Так сказать, демо-версия. Это мне Денис Нероянг подарил. Вот, так. Какой я лысый, что хуяло? Смотри, о, какая шевелюра. О, ох, пошел контент, пошел. Какой лысый. О, как колено, бля, какой колено, вы свечу охренели, что ли? Вон сколько волос. Это, знаете, еще надо поискать столько волос. Вот так вот, смотри. Это просто наушники. Качество 480 спи. А какой, какую вебку подарил Денис? Так, с такой 480 спи я и работаю. Как говорится, других у меня нету веб-камер. Мне хоть бы один в школе хоть 100 рублей перебьем бы. Ах, так. Демо Панасенков. Лысак, че-то. Я не знаю. Ну, хорошо. Давайте выключим, в чем проблема. Ладно, если я лысый, то у меня есть кепка для вас. Пожалуйста, буду в кепке сидеть. О, сломалась. Ладно, какая кепка? На улице жарко. Лысак. Ну, ничего, а шо вы думаете? А сколько? Вот сколько вы мне дадите лет? Что, давайте разберемся, сколько вот вы мне дадите лет? Ну-ка. Илон в маске. Можно вылечить. Да я не это... О, Господи. О, Господи. Ничего не видать. Понятно, блядь, школьники. Что с вас взять? Вставил зубы, но не волосы. Блядь, ебать. Какие хейтеры. Включили вам вебку, так сказать, исторический день. Сколько мы ждали два дня. О, Боже. Ничего не видно. Где фит с дедом? Шо зубы? Шо вы от моих зубов хотите? Эрнесто, нифига ты на моего сына похож. Собственно, небесно. А так вы секси. Я вам щеки-брики бы хотела. Эрнесто, уймитесь, пожалуйста. Ну, давайте поговорим сразу. О, пошли донаты животворящие. За пять каичка в голову будем бить или нет? Какие челленджи сегодня в программе? Деронетизация произошла успешно. Да, 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 да. Деронетизация. Зубаточка старая. Вы где сейчас? С Москвой, а где мне быть-то? Больше негде быть. По голосу казалось, а что я могу сделать? Ну, вот такой голос. Ничего с ним я сделать не могу. Тридцать два года мне. Тридцать два года. Представьте, как жизнь течет. Я даже не ожидал, что мне когда-то... Я доживу до такого времени. Здравствуйте, Лысенко Никита Игоревич. Когда уже обещано проходение игры Detroit Become Human? Так мы же уже прошли. Вы что, забыли? Брат Илона Маска. Так, ну теперь у нас новая шутка. Сын Панасенкова и брат Илона Маска. Вот если мы втроем встретимся, это будет что-то среднее. Бля, зубы какие хорошие. Бля, вы что, роплите? Зубы какие хорошие. Надо будет потом перечитать ваши комментарии. Это же кладезь. Покажите котику. У меня больше нет котиков. Я развелся. И котики остались у жены. Все-таки... Как же я рад, что Панасенков и Илон Маск все-таки смогли завести ребенка. Поздравляем их всех с чем-то. Ой, реально, школьники поганки. Хочу подметить, что до знакомства с Волокасом у Никиты были хорошие большие волосы. А сейчас такие же, как у Дениса. Вот и думайте. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, как вам такое? Никита Иговоревич. Здравствуйте. Очень рад вас видеть и слышать. Извините за нескромный вопрос. А вы шампунь экономите или реально лысый? Я плохо вижу в последнее время. И плохо слышу. Румаксон бабырят. Ну а что я сделаю? Как будто вы не лысеете. Нет. Мужская красота. Мощный подворог. Это ну что одной самарской... Питушек самарской женщине. Так. Какой вуз окончили? Так. Вуз. Значит, вуз. Пожалуйста. Московский государственную юридическую академию. Привет. Вы очень злились на протекающей туалетовой лекции. Хотели бы вычислить и наказать. Но после того, как вы узнали, кто на самом деле у вас было желание что-то делать с ним в юридическом... Просто интересно. Нет. Я был спокойный. Потому что это был я сам. Когда-то по молодости я занимался пранкирством. А потом я перестал. Во-первых, я хочу сказать, что почему я стримить начал. Потому что я развелся. Это первое. Ох. Никиточка. Вы сейчас в РФ находитесь или на его на... Тогда где? И, кстати, мне 37. И женат уже 14 лет. Мысль развестись не покидает меня каждый день. Но уже ребенку 7 лет. Так что вы большой молодец, что сделали это в 32-х и без детей. Ну, во-первых, мы все-таки мужчины без женщин жить не можем. Как бы это... Не звучало. Сейчас. Сейчас. И тормасштабируем. Ох, бля. Я столько не прочел. Очередной стрим настроек. Позвони ты жене или Саше Сити Низу или Нира Янгу или Эрнести Павловне и включи хороший стрим. Поверх поставь донат. Ты сделай 1080 рублей качества. Я хочу настроить донаты. Подождите. Юрий стримит с вебкой. Это как день рождения. Спасибо, Никита. Запустили по прекрасному человеку. Пожалуйста. Вам спасибо. Значит, за какую сумму вы за вебку? Кто готов сделать арбузный смузи? Я готов оплатить арбуз. А вы уже вчера сделали дырочку. Своим Джонни-младшим сделайте смузи. Как вам такой контент? Ну, долбоеб. Что с тебя взять? Уборье. Видели презентацию пожилой мощи. Недвижимость денщика. То есть кентавра. Видео кентавра. Он там что-то с десятого раза завелся. Практически что-то очень странное. Просто понимаете, тут такой вопрос, что мой голос, он как бы не корреспондирует с тем, как я выгляжу. И как бы моя внешность, она не корреспондирует с тем, какой я человек. И это всегда мешало. Потому что, ну, кто-то там думает, как если человек там выглядит, может быть, чуть не так, ну, стандартно, скажем так. Ну, не как гей, будем честны. То как бы можешь с ним общаться как с геем, или как с чем-то таким мягеньким. Ну, я же не мягенький. Я нормально, мне кажется. Здравствуйте, Никита Игоревич. Здравствуйте, Никита. Расскажите про то, кто вас заказал, Валерий. Удачи. Ну, мы уже возвращались к этому вопросу. Это было, как сказать, специальная юмористическая операция. Вот, так сказать. Хотел взять Валеру за три дня. Не получилось, пришлось два года это все растягивать. Ну, и, как мне кажется, получилось весьма интересно. Да, мне так кажется. Никита Игоревич, раз уж затронули те, раскроете все, так и нам этот секрет полишнеля. Почему Никита, если Ренат? Вы знаете, на те вопросы, которые я не могу найти ответ, я говорю, так исторически сложится. Вот, ну а что, а это же была шутка, это же была самая большая утка в жизни, Валерий. А что я должен был сказать? Вы знаете, я Ренат, вот, называйте меня как хотите, головной горшком. А вот 838 лайков, в 1000 должно быть. Папичу за донатили, еще 2 миллиона за пиво и доту. А ты все ссышь в штаны за 15 тысяч, или это другой стрель? Это другой стрель, Валерий. Это другой стрель, Валерий. Оооо, ееееее. В Турции, мы начали сейчас про туннели пуститься и вы верите, что под нами всеми есть туннели. Блять, какие туннели, наркоманы, блять. Закладки нашли, теперь у вас туннели. Не хочу слушать про туннели. С членами деревянными торговлю. Никита, добрый вечер. Вот вы как образованный и умный человек. Скажите, нужно ли человеку жениться? Вам думаю в донатах уже упоминали о Сашке. Ну о том самом, из Саранска. Вы с ним еще в Твеодор и Пупк играли. Так вот, он же жениться, ну не долбоебли. Так еще и в 25 лет, полный аморфный люмпен. Относительно того жениться. Я женился тоже в 25 или 26 лет, но это не имеет никакого значения. Молодо зелено, это раз. Во-вторых, готов ли я жениться еще раз? Готов. Но я, как сказать, перепроверю. Все перепроверю. Все перепроверю еще раз. Лучше так сказать. Вообще это сложная тема. Понимаете, как вам сказать? Ну ты можешь быть трижды успешным. Занимать большие посты. У тебя могут быть красивые дома. Все что угодно. Ну а о чем смысл тогда? А какой смысл жизни-то? Все мы хотим встречаться с кем-то с людьми. Видеться. Ну что, вот я сижу в этой квартире, и что дальше? Ну что дальше? Ну что, я буду сидеть до бесконечности? Так сказать. Надо покачать девушку на эмоциональных качелях. Надо создать созависимые отношения. Пообьюзить немножко. Подушнить. А как? Это святость. Куда мир катится? Никита Игоревич? А если жениться на мужчине М, М, А, А, А? Ведь только мужчина способен понять мужчину. У меня вот лично два отца, и ни о чем не жалею. Оба до тиры к ста. Ставим лайки, господа. Подписываемся на инстаграм. Вот. Так сказать, подписываемся на инстаграм. Все на инстаграм подписываемся. Три всадника апокалипсиса стримят одновременно. Валакас. Ситинес. Никита Юрист. Это легендарный день. Жаль только они не уважают своих зрителей, и не могут хоть раз забыть обиды и объединиться. Идите, слушайте, ну я не могу стримить ни с кем. Ну как, то есть, понимаете, дружба и любовь, вот заслушайте внимательно, это база. Вот это дорога с двусторонним движением. Вот если вы часть своего маршрута проехали, а второй человек все стоит на месте, все, ни дружбы, ни любви. Или вы встретились, и один решил, что ему надо обратно ехать. Ну все, тоже дружбы и любви нет. Поэтому это же взаимные чувства. А, или это какая-то практически целесообразная должна быть. Поэтому пусть стримит кто угодно. Кто что угодно стримит. Вы знаете, что я стримлю крайне редко. Вот. Мне особо, так сказать, рассказать-то особо нечего. Вот веб-ка у меня появилась, это мне подарили. Приятного встречи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ого. Вот это охуеть. Пятерка пришла. Обалдеть. Вот это, вот это усука. Пятерка. Правда. Спасибо вам большое. Я на самом деле шучу, у меня с деньгами все в порядке. Но мне очень приятно. Я надеюсь, что вы не последний отрываете. Пятерка. Видали? Пятерочка. Пятерочка прошла в чат. Обалдеть. Спросил у деда по поводу вашего общего стрима. В ответ получил тонну оскорбления и оправданий. Вы как взрослый и адекватный человек можете разъяснить ситуацию, почему все, кто общается с дедом рано или поздно исчезают с его стримов и с упоминаниями от самого деда. Китя, Сетинес, Никита и Рист. Ой, я вам не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что я никуда не исчезал. Вот. Я уже тут сказал, что все-таки дружба это понятие двустороннее, как и любовь. Я ничего с этим не могу поделать. Вот. Поэтому что я могу сказать? Что я скажу? Позовите меня. Давайте я приду. Что я должен сделать? Мне не надо нифиг подать. Это, кстати, тоже очень важное качество. Ну что? Ну хорошо. Ну вот он. Популярный стример. Что я должен сделать? Сказать пригласи меня? Да нет. Зачем? Нет. Мне кажется, вот тут такой вопрос, что я себя считаю самостоятельной единицей. То есть мне ни от кого ничего не надо. Я не чья-то тень. Я, как сказать, самостоятельный человек. В том числе, мне кажется, что если бы у меня было желание, я мог бы все развить еще 10 лет назад. Но просто у меня нет такого желания. Это как хобби. Это просто, как сказать, общение с вами. Такое. Может быть, что-то кто-то для себя подчеркнет. Но это не источник моих доходов. Ведь стример этот кто? Это вот у него нет денег, вот он сидит, там будет это писечка, там хуисечка, и вот это одно и то же по кругу. Но я не буду это делать, мне неинтересно. Мне просто... Или если я даже буду этим заниматься, то это будет то, что мне доставляет удовольствие. Когда человек делает то, что просто приносит ему деньги без удовольствия, все. Пиши пропало. Он потеряет интерес к жизни. Он вынужден это делать. Здравствуйте. Никита Ихаревич, здравствуйте. Оцените Ник. Блядь. Задоджил аборт. Молодец. Пятерка тебе. День говорит, что вы разосрались из-за того, что вы были уточкой. Хотя, по логике, если бы не эти звонки, вы бы не познакомились. Почему так выходит, что дед негативно относится ко всем, кто его окружал в трансляционной деятельности? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Подскажите, как так выходит? Почему дед относится так или иначе к кому-либо или к чему-либо? Это же вопрос конкретного человека с его конкретными, как сказать, подходами. Я ни с кем не ссорился. Это правда чистая, правда. Просто, как сказать, ну что вы хотите сказать? Я ему название, у меня есть его телефон. Ну что я скажу? О, великий и могучий, давайте с вами. Во-первых, я уже возрастет стал. Мне уже просто, ну что, ну пойдем в папу, ну хорошо, ну можно сыграть раз, можно сыграть два. Блядь, ну я не могу хихикать над этой хуйной бесконечно. Ну просто уже я вырос. Все. О, юристу, утка. Никто ни с кем не ссорился. А Саша что говорит? Я не знаю, что Саша. Я ни с кем не ссорился еще разок. Вот. Так что, на этом считаю, что наша сегодняшняя телерадиообещательная станция подходит к концу. Буду вас радовать, так сказать, нашими совместными стримами. Вот. Очень рад был вас всех видеть. Очень интересно у нас сегодня, мне кажется, прошел вечер. Продолжение следует...